Эта программа вышла при спонсорской поддержке друзей и партнеров Клужения Kingdom Connection. Посмотрите 1 Фессалоникийцам, глава 1, и я начну с тени стиха 8. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Послушайте эти слова. Он говорит, что нужно ожидать возвращения Его Сына с небес, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Обращаясь к святым и церкви, Он говорит, вы были поглощены идолопоклонством. Но куда бы мы ни пошли, мы слышим о вашей вере. Люди в обществе говорят об изменениях, которые в вас произошли. Вы обратились от идолов к истинному и живому Богу. Вы были одержимы идолами. Но внезапно вы провозглашаете единого Бога. У вас было много Богов, но сейчас вы провозглашаете, что у вас единый Бог. Вы служите истинному Богу. И вы ожидаете. Обратите внимание на характеристику измененной жизни. Во-первых, вы отвращаетесь от идолов. Вы становитесь новым человеком. Меняются цели в вашей жизни. Вы... Обратите внимание, они были не просто спасенные, измененные, обратившиеся от идолов, возрожденные, крещенные. Но часть их свидетельства состояла в том, что люди жарко и пыльно ожидали возвращения Иисуса Христа. Они полностью ожидают возвращения Сына Божьего в небес. Они обратились от идолов, и мы с вами сделали то же, если получили спасение. Мы отвратились от глупости и пустоты жизни в служении вещам, которые не удовлетворяют. Мы омыты кровью Иисуса. Мы служим единому Богу. Иегове, царю царей, Иисус Господь, Он придет за мной, я жду Его. И следующее знаменательное событие в церкви – это восхищение церкви, пришествие Сына Божьего в небес. И следующее знаменательное событие в церкви – восхищение церкви. Внезапно верующих заберут без предупреждения. В Библии написано, вдруг, во мгновение ока, мы изменимся. Мы покинем этот мир. Миллионы исчезнут. Поэтому ясно учит Писание. Это не сказки. Треть этой книги – это пророчество о втором пришествии Иисуса Христа. Мы знаем, что так делали они и должны делать мы. Мы ждем. Мы получили освобождение от идолов. Служим Богу. Он избавил нас от грядущего гнева. И мы ждем, что Сын Небесный снова вернется. Библия учит нас, что не только мы ждем. Он говорит в Римлянам, главе 8, стихах 22 и 23. «Ибо знаем, что вся тварь, вся земля, горы, деревья, океаны, они, послушайте, вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, послушайте, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Он говорит о том, что все Божье творение, звезды, тонцы, земля, деревья, растения, цветы, сильно и с нетерпением ожидает момента, когда прозвучит труба, и мы получим новые тела. Нам есть чего ждать, есть чего с нетерпением ожидать. Это что-то получше спортивного события, что-то получше повышения на работе, что-то лучше новой машины и нового дома. Мы со всем творением искренне, деревьями, океанами, звездами, луной. Поэтому иногда земля переживает муки рождения, которые мы называем землетрясениями. Мы называем это ураганами, называем это причудами природы, бурями и торнадо. Это земля, которая находится под проклятием. С момента падения Адама и Евы, с нетерпением ожидает момента своего избавления. Каким бы красивым мир не был, он все же находится под проклятием. Любой цветок у вас во дворе красив, но не настолько красив, каким может стать, когда проклятие больше не станет. Когда выходит солнце, все творение стенает и мучится. А на земле происходит землетрясение. Поэтому Иисус сказал, по мере приближения Моего прихода, когда приблизится момент Моего прихода, будут землетрясения по местам все больше, и больше, и больше, и больше. Это похоже на рожающую женщину. Земля свидетельствует о втором предшествии Сыны с небес. Мы ожидаем увидеть этот день во всей крысе, как никогда раньше. Еврейские раввины учат, что когда придет Мессия, даже грязь засверкает. Мы будем... Мы так привыкли к уродству. Мы привыкли... Но проклятие снимется, и все творение стенает от родовых мук. Все творение говорит, о Боже, подними уродливый занавес и верни нас в Эдем, и покажи нам, какими мы можем быть полностью прославленными. Если эти тела сгодятся на несколько лет, представляете себе, какими будут наши новые и прославленные тела? Затем в стихе 23 написано, с нетерпением ожидает. Есть чувство тоски по дому, которое должно быть внутри всех нас, кто отвратился от идолов и был возрожден и омыт в крови Иисуса и служит истинному и живому Богу. Наряду с этим ощущением тоски по дому внутри нас должно быть чувство ожидания скорого возвращения Иисуса Христа. Евреям, 9 глава, стихи 27 и 28. Во второй раз явится для ожидающих Его воспасения. У нас внутри должно быть что-то особенное, чтобы мы каждый день жили так, будто может прийти Иисус. Иисус снова грядет. У фессалоникийцев было свидетельство того, что они отвратились и увидели изменения. Они больше не поклоняются идолам. Они возрождены одним из доказательств, чего служит то, что они с нетерпением ожидают. Они верят, что Иисус может прийти сегодня. Мне нужно правильно жить. Мне нужно жить чисто. Иисус грядет скоро. Разум каждого верующего должен получать турбозаряд от этой мысли каждый день. Я готов к этому пришествию. Жду ли я этого пришествия? Жажду ли я Его пришествия? Те, кто с нетерпением ожидает, это может случиться и сегодня. Это постоянно должно занимать наши мысли. Мы должны жить так, чтобы нам не было стыдно, если Он придет, если бы Он пришел сегодня. Это у вас на уме. Вы можете любить эту жизнь, можете любить этот мир. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться жизнью, но нужно помнить, что это наше второе гражданство. Наше основное жительство и гражданство в месте, где-то за облаками. Филиппийцам глава 3 стих 20 говорят, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем, опять же, мы с нетерпением ожидаем Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Говорю вам сегодня, что наше основное жилище плава, а не этот ветхий мир. Мы с нетерпением ожидаем, когда прозвучит труба. Мы с нетерпением ожидаем, когда вернется Христос. То, из-за чего вы не желаете Его прихода, потому что еще хотите это испытать, даже и близко не сравниться с радостями и удовольствиями и тем, что ожидает вас на другой стороне. Мы ожидаем. Мы ожидаем Его Сына, Небес. Небеса – настоящее место. На небесах есть одна дверь, а дверь – Иисус. На небесах лишь одни ворота, и эти ворота – Иисус. На небесах одна дорога. Эта дорога узкая, и мало кто находит ее. Небеса имеют измерения, они имеют размеры. Там есть улицы, есть особняки, там есть дома, там есть города. Это настоящее место. Попав на небеса, наши тела больше не будут иметь ограничений. Знаете, пройдя по лестнице порой пролетов, у вас появляется дышка, избивается дыхание. Вам тяжело, у вас ломит тело, болят колени, но придя туда, у вас больше не будет астматического приступа. Сердцебиение не будет больше зашкаливать. Он даст нам прославленные тела. Мы вернемся домой. Домой. На небесах нет смерти. Проклятия больше никогда не будет, и мы больше не будем умирать. На небесах нет горя. Иов сказал, что дней наших на земле мало, и те исполнены горя. Первое, что мы испытываем, появляясь на этот свет, шлепок по спине, и мы начинаем... Мы плачем. Мы приходим в этот мир с плачем. А потом вы просто плачете всю жизнь. Хотите молока? Начинаете плакать. Вы кричите, приходит мама, она относит вас в комнату и кормит вас. А потом, когда вы перестаете питаться за бутылочки, мама отводит вас в колу, и вы в первый день, угадайте, что вы будете делать, когда мама уйдет и оставит вас в этом странном мире. Ребенок будет снова и снова плакать. Потом вы взрослеете, переживаете подростковый период, начинаете встречаться, и вам кажется, что вы влюблены. Это щенячья влюбленность, но вас бросают, и парень уходит к девушке из группы поддержки, и вы плачете, и плачете. Вам становится одиноко, потому что вы не замужем, или не женаты, и вы говорите, «О, Иисус, не приходи, пока я не вступлю в брак». Потом вы вступаете в брак, и начинаете плакать, и говорите, «Ну уже гряди, Господь Иисус, пожалуйста, приди сегодня, Господи, пожалуйста, приди сегодня». Вы плачете всю жизнь. С возрастом начинаете болеть, плачете, и плачете, потому что нет вашей семьи, потому что вы одиноки, вы умираете, и вы разве не вдохновляющая проповедь? И вы плачете, и плачете, у вас ломит тело, вы смотрите и плачете, но однажды больше не будет слез, потому что Бог отрёт всякую слезу от чей наших. Я знаю, некоторые хотят, чтобы я успокоился и притих, потому что вам кажется, что вам это не нужно. Но, братья, говорю вам, есть место, где больше не будет слез, и оно ближе, чем вы думаете. Слава Богу! Вы плачете в жизни о чём-то, но мы больше не будем плакать. Грядёт радостный день, и в глазах больше не будет ни тени горя. Представляете? Больше никогда ни тени горя, больше ни одного плохого дня, больше никаких разочарований. Будет это большой день, если это вас не приводит в чувства, я просто, я просто пойду поклоняться в углу. Я могу вернуться в свою родную страну и проповедовать в передвижных домах, если придётся. Там я начинал, и раньше проповедовал в трейлерах. Мне для счастья не нужны большие роскошные дома. Аллилуйя! Больше не будет, вы готовы? Искушений! Представляете себе хоть день без искушений сделать что-то неприятное Богу. Один день без искушений в разуме, без искушений похоти отей, похоти плоти. Один день, когда я могу встать и больше не ощущать давления, искушения. Я больше не буду этого испытывать. На небесах больше не будет плотских искушений, когда у нас на небесах появятся плославленные тела. Вот важный момент. На небесах больше не будет дьявола. В следующий раз, когда дьявол напомнит вам вашим прошлым, нужно сказать, ну, можешь говорить о моём прошлом, но я буду говорить о твоём будущем. И я вижу твоё будущее. И вижу огромную цепь. И вижу, как огромный ангел заковывает тебя этой цепью. И в твоём будущем я вижу огненное озеро, господин дьявол. И однажды ангел окутает тебя цепью твоего лжепророка и антихриста и бросит вас в озеро огненное. Можешь упоминать меня о моём прошлом, а я буду говорить о том будущем. Моё будущее лучше твоего. Давайте все вместе прервёмся на хвалу в ожидании звука трубы. Славы Божьей! Знаете, почему вам всё равно? Потому что вы слишком плотские. Хотите знать, почему вам всё равно? Потому что вы любите то, что внизу, а не то, что на небесах. Потому что, когда вы исполняете Святым Духом, говорю вам, если понадобится, вы хлебнёте достаточно горя в жизни, пока мир не отпустит вас. И когда это случится, кто-то внутри вас начнёт жаждать. Я молод, мне ещё жить и жить. Говорю вам, если Господь захочет прийти сегодня, для меня это совсем не проблема. Я готов. Я готов. мы с нетерпением ожидаем Сына Божьего в небес. Барабанная дробь. Я издаю эти звуки просто, просто, чтобы вовлечь вас. Слышите барабанную дробь? Мы должны звук барабана. Что-то вот случится, что-то вот случится. Слышите? Вот что-то произойдёт. Мы должны ходить вот так. Как бы хотелось, чтобы мы снова жили для вечности. Что же этот мир может такого предложить, чтобы это стоило того, чтобы пропустить пришествие Иисуса Христа. Проповедуя об этом, мы должны кричать об этом, потому что те, у кого нет надежды, не имеют и утешения, и радости, кроме как от временных вещей. В Матфея, главе 11, написано так. Из тех рождённых женщиной, это сказал Иисус, Иоанн Креститель был самым великим. И он делает феноменальное утверждение, но самый меньший в царстве больше Иоанна Крестителя, который в то время был величайшим из людей на земле. Как хотя бы быть в царстве небесном значительнее, чем быть президентом США. Вот что он говорит. Просто находиться на небесах, я имею в виду, если вы туда попали, вы умирали в реанимации, жили злой и ничтожной жизнью, вам осталось три вздоха, и вы сказали, Иисус, спаси меня. И это всё, что вы когда-то сделали для Господа. Вы самые меньшие в царстве. Я хочу, чтобы вы посмотрели на людей на земле, на миллиардеров, на миллионеров, власть имущих, голливудских звёзд, суператлетов со спортивными машинами и женщинами. Он сказал, последний на небесах будет гораздо более благословенным, чем тот, кто остался не в уделе. Представляете себе небеса? Сто триллионов раз больше, если попадёте на небеса, славы, чем слава и деньги вместе взятые, которые может предложить вам этот ничтожный мир. Последний в царстве Божьем получит больше любого, кто просто владеет вещами на земле. Какой награды не видел глаз и не слышало уха? Не приходило это на ум мужчин или женщин? Не теряйте надежды, не опускайте руки сейчас, не возвращайтесь снова ко греху, и нечистоте. Церковь должна с нетерпением ожидать Сына Божьего. Не становитесь тёплыми, не становитесь холодными, не переставайте молиться и читать Библию сейчас, не переставайте пламенно и страстно служить Богу, потому что мы должны с нетерпением ожидать возвращения Иисуса Христа. Вчера я получил телефонный звонок от пастора Толеда Огайо. Он сказал, в моем городке есть церковь, в которой 6 тысяч человек и несколько мест. пастор решил, что хочет, чтобы церковь выпускала марку пива, свою, ее назвали в честь церкви. Они начали сотрудничать с пивоварней, и у них во всех 6 помещениях производят пиво. У нас есть центр приветствия, там вы получите бутылку воды и бесплатный стакан кофе, но никогда не получите пива. Тут вы не найдете Джек Дэниелс, вы никогда не получите мешочек травки, потому что вот что грядет за этим. Пастор, что с вами не так? Что с нами не так? Что это не похоже на терпеливое ожидание Господа? Это обман. Мне позвонил Маркус Мекум, пастор из Кентукки, и сказал, думаешь, это что-то? Сказал он, в моем районе есть церковь. Он сказал, пастор, встал с бутылкой пива Будвайзер, и во время проповеди он пил этот Будвайзер, и говорил он о том, что мы не должны в мире быть теми, кем не являемся здесь. И вот какой я. У него было кресло, он говорил свою маленькую речь. Я называю это речью, попивая свой Будвайзер. Что-то тут неправильно. Мне не важно, я знаю, что Библия учит умеренности и так далее, но мало кто придерживается умеренности. Кстати, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше вы хотите этим заниматься. Очень редко люди, и в Библии действительно написано, что если вы пьяница, вам уготовано место в аду. Не хочу я, чтобы на моем пути было что-то подобное. Я не пришел, чтобы судить вас. Я не ваш судья. Просто говорю, если вы с нетерпением ожидаете, вам не хочется все больше, больше и больше мира в вашей жизни. Вам хочется все дальше и дальше отдаляться от него, потому что, как прозвучит труба, будет иметь значение только то, что я готов уйти, когда он придет. И кому-то сегодня нужно проснуться. Вы не ожидайте с нетерпением. Вы окутаны, повязаны и окружены этим миром. Иисус говорит, «Я снова приду, обещаю, приду». В Библии в Еремии написано, «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями?» Когда на землю начнут надвигаться четыре коня апокалипсиса, если вы не можете жить, мы сейчас сражаемся с маленькими пешими бесами. Что же вы будете делать, когда на эту землю нагрянет настоящий дух антихриста и будет великое отпадение? Скажу вам, если вы живете у края, где одна маленькая девочка постоянно падала с кровати, падала с кровати, и мама подняла ее и сказала, «Дорогая, почему ты, по-твоему, ты это делаешь?» Она сказала, «Мама, я думаю, потому что я лежу слишком близко к тому месту, где я залезла». Ребята, лучше вам отойти от края. Лучше вам прекратить заигрывать с грехом, заигрывать с порнографией, заигрывать со злом, смотреть на грязь, наполняться ложью и обманом компромиссных христиан, которые говорят, что можно спать с парнем. Вы же всего лишь человек. Это просто вы совершили ошибку. Это грех. Я отправлю вас в ад. В Библии написано, можете на меня злиться, можете коситься на меня. Послушайте, я здесь не для того, не для того, чтобы быть с возрастом. Я смотрю все раздражительнее. Я скажу вам, что все это, все это новое грядет. Для этого нужна святость, для этого нужна чистота, нужно покаяние, нужно полностью отвратиться от идолов и омыться в крови Иисуса и с нетерпением ожидать пришествия Господа. Настало время многим проснуться. Люди просто охвачены этим миром. Послушайте меня, Иисус снова грядет. И нам не нужно заигрывать с грехом. Нам нужно отвратиться от идолов и омыться кровью Иисуса Христа и начать с нетерпением ожидать пришествия Господа. Вы готовы? Если бы Господь пришел сегодня, вы готовы? Вы готовы предстать перед престолом? Вы доверились тому, что кровь Иисуса омоет вас, очистит вас и спасет вас? Если нет, именно для этого мы здесь. Вы можете быть уверены, что получили рождение свыше, что ваше имя записано в книге жизни и я хочу помолиться за вас. Помолитесь этими словами, произнесите их, поговорите с Отцом Небесным во имя Иисуса. Он сказал, что дверь всегда будет открыта, поэтому используйте это имя. Это самое сильное имя в мире, самое сильное имя во вселенной. Иисус, воззовите к Нему и будете спасены. скажите вслух, Господь Иисус, я сдаюсь тебе, я верю, что ты грядешь, я посвящаю тебе свою жизнь, омой меня, очисти меня, прости меня, восстанови меня и используй меня для достижения своих целей. Во имя Иисуса я молюсь, я буду с нетерпением ожидать твоего пришествия, Господь Иисус. Аминь и аминь. Послушайте, если вы только что помолились этой молитвой, мы верим, что согласно Слову Божьему вы получили прощение. Но в Библии написано, что мы преодолеваем все кровью Агнца и Словом нашего свидетельства. Скажите кому-то, что свидетельство это рассказывать кому-то, поэтому возьмите телефон, наберите номер на экране или пришлите нам имейл и сообщите нам о своем решении последовать за Иисусом Христом. Позвоните семье, позвоните друзьям, найдите себе хорошую церковь в своем районе и начинайте следовать за Иисусом и с нетерпением ожидать пришествия Господа. Я так благодарен, что вы приняли решение последовать за Господом. Послушайте, скоро будет потрясающая молодежная конференция, студенческая конференция, которая будет проходить здесь, в Атланте. Приедет 14 тысяч подростков со всей страны и мира. Мы будем слушать поклонения Бэтл, Киллсонг Юнайтед, Энди Минео и и таких спикеров, как Чед Вич и Джоэл Хьюстон, Тристан Кейн, Регги Деппс, Бен Прескотт и я. Мы будем вкладывать студентов и ребят. Если бы раньше не были на конференции Форвард, вам нужно позвонить семье и тоже прийти. Тысячи тысяч подростков, поклоняющихся Богу. Это ни с чем не сравнимое зрелище. Говорю вам, с каждым годом все лучше и лучше. Вы упустите нечто важное, если не зарегистрируетесь сегодня. У нас уже почти не осталось мест. Еще вам не слишком поздно присоединиться. Я верю, что это будет чудом для подростков, учеников и студентов, которые приедут на конференцию Форвард. Зарегистрируйтесь сегодня. С нетерпением вас ждем здесь с 22 по 25 июня. Для получения более подробной информации об этой проповеди и материалов другого служения, обязательно позвоните нам бесплатно по номеру 888-339-0049 или зайдите в наш сайт gentlezenfranklin.org Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok